Что делать с парниковыми газами? Когда обсерватории КФУ войдут в список ЮНЕСКО? Познавай и твори, как собрать скелет человека из макарон. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Амир Юлдашев. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиа-коммуникации Казанского Федерального Университета состоялось мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения философа, доктора философских наук, профессора Казанского Университета Мансура Драхманова. К творцам такого наследия бесспорно принадлежал Мансур Ибрагимович Драхманов. Его жизнедеятельность, неотъемлемая часть истории республики, пример беззаветной преданности делу науки, культуры образования, гражданского служения и патриотизма. И память о Мансур Ибрагимовиче будет, покуда существует философия философской сообщества республики Казанский Университет. В Казанском Федеральном Университете работают над проблемой утилизации и хранения парниковых газов. Все подробности далее. В России открыто 500 новых лабораторий и будет открыто еще 400. Об этом глава Минобранауки Валерий Фольков доложил на совещании президента Российской Федерации Владимира Путина с членами правительства РФ. Основной темой встречи стало создание научных лабораторий под руководством молодых перспективных исследователей. До 2024 года в рамках этого проекта мы планируем создать еще 400 молодежных научных лабораторий. В этом году и в следующем по 150, и в 2024 еще 100. Конкурс на создание молодежных научных лабораторий проводила Минобранауки России в рамках нацпроекта «Наука университеты». По итогам конкурса в Татарстане открыто 6 новых лабораторий молодых ученых, две из которых – КФУ. Одна из них – лаборатория по изучению гидратных технологий утилизации и хранения парниковых газов находится в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Мы получили ряд новых реагентов, которые используются в качестве промоутеров для получения гидратов. А эти гидраты уже можно рассматривать как ресурс, который будет использован для утилизации парниковых газов. В качестве парниковых газов мы проводим исследования с попутным нефтяным газом. Ну и, конечно, основной фокус – мы делаем на углекислый газ, поскольку сегодня в мире как раз идет речь о снижении выбросов, и гидратная технология может нам помочь в этом вопросе. В качестве таких реагентов ученые рассмотрели сульфированные спирты. Показали, как ряд из полученных реагентов не уступает по своим характеристикам самым известным эффективным коммерческим реагентам. Основная цель лаборатории – это выработать ряд технологий с использованием процесса гидратообразования для того, чтобы бороться с выбросами негативных парниковых газов. И мы считаем, что эта технология может быть востребована в регионах, где достаточно сложная география, где сложно применить какие-то другие технологии. Вторая лаборатория – интеллектуальная химическая робототехника появилась в Химическом институте имени Александра Бутлерова. Ее основная миссия – создание робота, управляемого искусственным интеллектом, который позволяет решать химические задачи. Новые молодежные лаборатории КФУ будут финансироваться из средств федерального бюджета. Так, в 2021-2023 годах каждый из лабораторий ежегодно будет выделяться по 14 миллионов 900 тысяч рублей. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универнгюс. Состоялось седьмое заседание совместной туркменно-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Встреча прошла по видеоконференц-связи. В работе заседания приняли участие члены туркменской и татарстанской сторон рабочей группы, а также представители министерств и ведомств. Ученые КФУ завершили подготовку номинационного досье для включения астрономических обсерваторий Казанского федерального университета в список ЮНЕСКО. Работа велась под эгидой Республиканского фонда «Возрождение памятников истории и культуры Республики Татарстан» на протяжении двух лет. Подробнее в нашем сюжете. Сбор необходимых документов начался в конце 2019 года. Тогда в рамках форума «Астрономия и мировое наследие» была подготовлена заявка на включение обсерватории Казанского федерального университета в предварительный список всемирного наследия. А в декабре 2020 года университет получил письмо от имени директора Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильды Рослер, в котором сообщалось о включении астрономических обсерваторий в предварительный список. Казанская городская астрономическая обсерватория была построена в 1838 году на территории Императорского университета благодаря деятельной помощи ректора Николая Лобачевского. Именно здесь казанские ученые проводили систематические наблюдения астрономических явлений и сделали первые открытия. Фактическими создателями этой обсерватории являются два друга астронома Дмитрий Дубяга и Василий Энгельгард. Последний выступил в роли мецената и подарил телескопы, научное оборудование и богатую библиотеку. В 2014 году на территории обсерватории по инициативе Ильшата Гафурова было проведено перезахоронение Энгельгарда, в котором принял участие и ментимер Шаймиев. На сегодня старинные телескопы обсерватории сохраняют полную функциональность, но сейчас выступают в роли музейных экспонатов и обучающего инвентаря для студентов и школьников. Мы могли бы республику спозиционировать в том плане, что мы используем это историческое наследие для того, чтобы образовывать школьников, новое поколение подрастающее. За время существования астрономической обсерватории ее структура, в общем, оставалась постоянной. Однако некоторые изменения все же имеются. Если в прошлом опорой для определения координат были звезды на небе, то сейчас их работу выполняют спутниковые системы. На крыше обсерватории имеется уникальное оборудование. Опорная станция, которая непрерывно получает информацию о своем местоположении, будучи на связи с приемниками систем ГЛОМС-ГПС. Чуть в стороне от корпусов обсерватории возведен современный казанский планетарий. Его посещение обычно проводится отдельно от экскурсий в обсерваторию. И сюда поток посетителей выше. Подготовка номинационного досье – лишь малая часть большой работы. По включению астрономических обсерваторий Казанского университета в список всемирного наследия. Необходимо будет, соответственно, подготовить мастер-план этой территории. В языке Иринеска мастер-план, но геймплан. Особенно территория астрономической обсерватории Энгенгарта. Ученые готовятся к проведению ряда круглых столов и научных конференций, что является обязательной частью этого процесса. Например, в текущем году пройдет международная конференция по вдающейся универсальной ценности астрономических обсерваторий КФУ, а также международный университетский форум, университеты и всемирные наследия. Помимо этого предстоит работа по популяризации объектов и информировании о них. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз. Обучающиеся Казанского федерального университета приглашаются к участию в конкурсе настоискания специальных стипендий Академии наук РТ для студентов-очников, имеющих отличные и хорошие успехи в учебной и научной деятельности. Стипендия в размере 2300 рублей в месяц присуждается на один семестр 15 лучшим студентам вузов республики. В Казанском федеральном университете прошел первый мастер-класс «Арт плюс мед. Познавай и твори». О совместном проекте двух подразделений КФУ расскажем в следующем сюжете. Мастер-класс «Арт мед. Познавай и твори» — это совместный проект Института дизайна и пространственных искусств и Института фундаментальной медицины и биологии. В рамках мастер-класса преподаватели высшего учебного заведения рассказали детям от 7 до 10 лет об анатомии человеческого тела. Мы старались информацию подготовить таким образом, чтобы было понятно самым маленьким нашим слушателям. Мы подумали, что совместить науку и творчество — это очень эффективно. Для детей это будет полезно и с точки зрения лучшего усвоения материала, с точки зрения развития их творческих способностей. Такая междисциплинарность — это преимущество такого классического университета, сотрудниками которого мы являемся. Помимо лекций от преподавателя Института фундаментальной медицины и биологии, ребят ждал увлекательный мастер-класс, подготовленный специалистами из Института дизайна и пространственных искусств. Участникам мастер-класса предстояло воссоздать скелет человека из подручных материалов. Для выполнения этого задания преподаватели предложили ребятам использовать макароны разных форм. Мы позиционируем этот мастер-класс как первый из цикла. Такого цикла мастер-классов под девизом «Познавай и твори». Мастер-класс «Артмет. Познавай и твори» — это прежде всего творческий подход к освоению научного материала. Именно это и есть залог гармоничного развития ребенка по мнению создателей проекта. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии был Амир Юлдашев. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова